Вы вновь на канале «Шеф Готовит» и сегодня у меня в гостях наше национальное телевидение ННТ. Так Мухаммад приветствует не только своих зрителей, но и аудиторию канала ННТ и делится историей своего успеха. 8 лет назад вчерашний школьник ходил по городу в поисках работы, пробовал себя в разных сферах, пока не нашел то, что действительно по душе. У меня отец, он строитель, и то есть, соответственно, он меня как бы свое ремесло затягивал. Эта работа очень сложная. Я увидел и как бы поучаствовал, принял в этой работе участие, подрабатывал и помогал ему. И я понял, что кухня мне вообще легко дается. Я вот в первый день как вступил, я подумал, что им что, деньги бесплатные что ли платят. Мне показалась эта работа вообще легкой. Конечно, сейчас я так не скажу, это тяжелый труд, когда ты понимаешь всю ответственность, которая на тебе лежит. Большинство блюд и рецептов у Мухаммада кавказские, а значит, преимущественно из мяса и птицы. Оборудование соответствующее. Здесь и камин-барбекю, и помпейская печь, а также мангал, казан и тандыр. Именно в этой беседке студии снимаются все популярные видео для ютуба. Фудблогер – профессия, которая занимает серьезную нишу в соцсетях. Наш герой делится. В развитие личного бренда вложено много сил и средств, которые уже окупаются. Подошли серьезно, вложились в беседку. На беседку у меня ушло около миллиона рублей, чтобы мы основательно здесь все сделали. Купили оборудование. Тот же самый казан афганский. Купили оборудование, купили свою личную камеру, то есть мы ее не арендуем. Купили компьютер, где мы монтируем видео. И все, на все про все, в общем, у нас ушло с камерой вместе, сейчас миллион где-то 400 с камерой, с оборудованием. Но беседку я точно уже оправдал с ноября месяца. Если самое ценное оборудование в беседке, то главная награда за труд хранится дома. Это серебряная кнопка от ютуба. Фудблог «Шеф готовить» за короткий срок заявил о себе не только в республике и регионах России, но и в странах СНГ. Каждый новый рецепт ждет огромная аудитория. Есть истории, как после просмотра выпусков, отснятых на природе, зрители открывали для себя Дагестан по-новому. Официальная награда, ты уже стал реально блогером. Эта награда выдается за отметку аудитории в 100 тысяч подписчиков. То есть мы вообще не ожидали так быстро ее получить, но тем не менее получилось. Она приехала к нам с Нью-Йорка, вот предлагается вот такое вот письмо, вот, и здесь поздравления, и дальнейшие там пожелания, и советы там. Следующая остановка какая? Следующая остановка – миллион подписчиков и золотая кнопка. Мухаммад признается, в семье всегда любили ездить и готовить на природе. Сам будущий повар-фудблогер обнаружил этот талант еще в 2008 году. В огороде он посадил овощи. Выращенную своими руками картошку он сварил и подал на стол, за что получил высокую оценку от родителей. Сейчас участок, благодаря усилиям и вкладу этого парня, превратился в летнюю кухню. Мне часто этот вопрос задают, что ты больше всего любишь кушать, или что ты больше всего любишь приготовить. Я скажу, это по настроению, даже это влияет по погоде. Вот сегодня прохладно, например, допустим, сегодня прохладно, я с удовольствием шурпа приготовлю из говядины. С удовольствием шурпа приготовлю из говядины и с кайфом как бы съем его. Мотивирует фудблогера не только погода и настроение, но и теплая компания его друзей-дегустаторов. Дружелюбие Мухаммада помогает ему в работе. Так, когда он впервые открыл свою службу доставки еды МТокио, вести дело ему помогали друзья и родные. За несколько лет компания заметно выросла. Персонал около 100 человек, работает 25 курьеров. К слову, для тех, кто увлеченно следит за каналом Шеф Готовит, многие из блюд можно попробовать в ресторане. Все, что там в меню, это полностью было введено под моим личным контролем. Я все это контролировал, дегустировал, подсказывал. Также приезжали повара из России, я созванивался, иногда даже ездил сам в Питер, в Москву, привозил шеф-поваров, они внедряли какие-то блюда. Телячьи стейки, шурпа в афганском казане, салат-мангал, жареная кукуруза и люля на гриле, пистолеты, а также жареный в садже кролик. На приготовление этих семи блюд Мухаммаду потребовалось чуть больше часа. Судя по лицам и эмоциям, дегустаторы остались довольны. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.